А теперь новости универсиады. Всю неделю наши спортсмены удерживают лидерство по числу наград. Основные конкуренты – китайцы Южная Корея. Самая результативная для нашей сборной – по-прежнему легкая атлетика и спортивная гимнастика. Уже побит прежний российский рекорд универсиад по числу наград высшего достоинства. Два года назад в Китае у нас было всего 42 золота, сейчас в два раза больше. О том, как пополнялась копилка медалей российской сборной, знает Алина Хусаинова. Минувшая неделя всемирных студенческих игр была богатой на медали. Первое золото в копилке появилось в первый день игр. Его принес Кузнецов Евгений в одиночном выступлении в прыжках с трехметрового трамплина. В понедельник спортсмены российской сборной продолжили в том же духе. Ольга Аркадова взяла серебро в одиночном плавании, а вот уже в четверке девушки завоевали первое грибное золото. Вторая медаль высшего достоинства упала в копилку россиян уже 20 минут спустя. Александр Чаукин и Юрий Пшеничников в двойке без рулевого. Не дали обогнать себя конкурентам. Третье золото в российской копилке появилось благодаря академической гребле. В этот же день зудаистка Марта Лабазина завоевала бронзу. И еще одну бронзовую медаль принес Сергей Литвинов в метании молота. Награду высшей пробы за метание диска завоевала татарстанская спортсменка Вера Ганеева. А в прыжках в длину не было равных Дарье Клишниковой. Кроме того, на дистанции 10 тысяч метров серебро и бронза. В активе братьев-брезнецов Анатолия и Евгений Рыбаковых. И в завершении дня российская сборная стала чемпионом в командном зачете по спортивной гимнастике. Таким выдался понедельник. Вторник тоже не был скудным на награды для хозяев соревнований. Не обошлось также и без рекордов в дисциплине спортивная ходьба. Андрей Кривов почти у финиша оторвался от соперника с Украины. И главный этот результат не только золотой скороход побил рекорд. Пришел на 10 секунд раньше. Золото принесли саблисты, обыграв итальянцев. Легкоатлетки Оксана Кондратьева и Мария Беспалова метнули молот так, что взяли серебро и бронзу. Все золотые медали по синхронному плаванию тоже у нас. Среда оказалась также богатой на спортивные победы для России. День начался с еще одного рекорда по легкой атлетике. Среди женщин на всех ступенях пьедестала по спортивной ходьбе оказались россиянки. Бронзу нашей сборной принесла Лина Бекулова. Серебро у Ирины Юмановой. А золото рекордное завоевала Анися Кирдябкина. Виктор Минибаев занял третье место в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой высоты среди мужчин. А вот Яна Мартынова завоевала золотую медаль на 400-метровке комплексом плавания. В первый день соревнований по боксу сразу 8 соотечественников смогли выйти в финал. В итоге у россиян 6 золотых медалей из 10. Такой была среда. Вот четверг войдет в историю еще одним рекордом. На этот раз по тяжелой атлетике среди женщин. В синхронных прыжках в воду серебро завоевал мужской дуэт. Виктор Минибаев и Артем Чесаков. Тяжелая атлетика. Ольга Зубова, подняв штангу, побила рекорд. Универсиады и получила золото. Владимир Иванов и Иван Сазонов уступили южнокорейцам парного мужского турнира по бомбентону. Еще три медали заработали спортсмены из Дагестана в вольной борьбе. А вот под зюдо за два дня российской копилке оказалось 10 медалей. Две из них высшие пробы. В пятницу российская сборная только набрала обороты и в очередной раз обошла конкурентов по разным дисциплинам. Фехтование, легкая атлетика, прыжки в воду и пляжный волейбол. Наши везде были на высоте. По фехтованию сборная России лидер по количеству наград. За шесть дней наши спортсмены завоевали 11 медалей. Дует Наталья Гончарова и Юлия Колтуновой. В прыжках в воду взяли серебряные медали. У мужчин на трехметровом трамплине борьба за золото свелась к классическому противостоянию России и Китая. Но золото у нас. На соревнованиях по легкой атлетике в этот день российский триколор поднимался под своды центрального стадиона аж 42 раза. 8 раз в честь бронзы, 15 серебра и, что приятно, аж 19 раз в честь золота. И под завершение дня российские спортсменки завоевали золото в пляжном волейболе. Сейчас Россия неоспоримый лидер летней универсиады. Количество наград разных мастей меняется ежеминутно. Впереди еще три дня соревнований. А это значит, что медалей в копилке российской сборной будет больше. Болеем за наших. 19 медалей за 4 дня. Спортивная гимнастика, пожалуй, стала самым урожайным соревнованием этой недели универсиады. И мужская, и женская сборная доказали, что они лучшие. А в личных зачетах и многоборе россияне поднимались на пьедестал каждое награждение. Как ковались победы на конях, коврах и кольцах в сюжете Эльми Розоляевой. Тугая перевязка, подход к брусьям и настрой на большой старт. Мужская сборная России забирается к началу соревнований по командному зачету. Это потом станет известно, что так готовятся к выходу на спортивную площадку победители универсиады 2013. А пока все сосредоточены, собраны и напряжены. Ковер – это первое испытание для мужской сборной. Этот снаряд взяли с легкостью. И после первого же этапа стало понятно, что основная борьба за медали пойдет между нашей сборной, Японией и Украиной. До четвертого вида Россия только набирала отрыв в очках. И уже на предпоследнем параллельных брусьях стало понятно – соперникам за ними не угнаться. Отрыв в 4 балла. Последний снаряд расставил все на места. Пьедестал мужская сборная России поднялась на самую верхнюю ступень. Все очень понравилось. Супер эмоций было очень много. Иногда даже думал, что с ними не справлюсь. Эмоции, конечно, непередаваемые, потому что очень большое напряжение. Несмотря на то, что выступали у себя дома, все равно чувствовалось давление, ответственность. На другой результат и не рассчитывали, скажет потом гимнасты. А как иначе, ведь днем ранее на этом же пьедестале сверкала сборная наших девушек. Россиянки Ксения Афанасьева, Анна Дементьева, Алья Мустафина, Татьяна Набиева и Мария Пасека показали лучшие результаты и обошли спортсменок из Южной Кореи и Китая. Они остались на втором и третьих местах. Те люди, которые пришли, им огромное спасибо, что они нас поддержали. Да, конечно, огромное спасибо. Я даже в ВКонтакте написала болеть за нас сегодня. Полуродни мои болеют за нас, даже в Дагестане. Маленькие ошибки были, но я считаю, что у нас все получилось. Но первые два дня соревнований были лишь началом основной борьбы. Значительно выложиться на площадке пришлось в индивидуальном многоборье. Но по-настоящему урожайным по медалям стал заключительный день соревнований. На пьедестал российские спортсмены всходили в награждение по каждому виду спорта. В общей сложности спортивная гимнастика принесла в копилку сборной 19 золотых, серебряных и бронзовых медалей. В Мирозаляву Алексей Захватов, Айарат Каюмов, Вести, Татарстан.